всем доброе придоброе утро а ну к тому же у нас и теплое жаркое хотя передавали понижение температуры но ночью наверное и холодно у меня машина блин замерзла вся не могла не хотела заводить никакого не она заводилась но потом она останавливалась теплячка такая в принципе в принципе грандиозных планов нет я хочу съездить в льму некор это соседний город находится полчаса езды от нас русский магазин за селёдочкой захотела селёдочку прошлый раз сестру разговаривала с наташкой привет если она мне смотришь на должна смотреть на селёдку под шубу делают ею забыть не могу два дня уже ой я так люблю селёдку под шубу только я знаете не буду сделать ее под шубой буду ее порезать и просто вот так перемешать не слоями мне кажется в такой салат меньше майонеза уходит чем слоеный но по крайней мере я добавлю меньше майонеза поэтому и так мне кажется его проще нарезал кубиками и все мелкими и быстрее не надо чтобы он там не пропитывался ничего не знаю наверное на завтра может на сегодня не посмотрим во сколько я приеду да не на завтра потому что даже картошку надо варить правильно картошку морковку а мне ничего этого не сваренных яйца поэтому сделаем на завтра ну так ли там у нее еще скумбрии есть копченые в общем я все это покупаю потом замораживаю потому что например скумбрию копченую куб кусок съела а потом она мне будет лежать валяться холодильнике это я ее порежу и в холодильник спрячу морозилку а потом когда надо будет кусочек достану съем как говорится червячка заморю что-то я еще хотела там отворок взять обезжиренный тоже раз уж еду в общем потом увидите что взяла что купила что-то захотелось у нас группа есть просто по ватсапу там но девочка которая продает она нам постоянно какие-то картинки вкусные шлет вот она вчера скидки какие-то сделала так что поедем на скидки конфеты конечно тому немного тоже но конфетом бой нет никаких конфет как же я завидую людям которые могут есть или знаете даже которые наоборот не они любят сладкое вообще такого не понимаю как это не любить сладко вот как это так я не понимаю вообще я от еды получаю удовольствие вы даже могли бы заметить я вот гем и кайф вот так вот у нас прекрасно погода как я уже говорил на пляж приехали все свои километры отмотаю чтобы душа моя была спокойно и усе и вальмония может там где-нибудь остановлюсь покажу вам городочек он более турист он более он меньше чем матриль но он более туристический там более все сделано для туристов чем у нас мне кажется так да даже не кажется мне там больше здесь как-то все основном все свои а там вот туристы иностранцы гуляют ходят в общем когда я жила там поначалу года два наверное или три и когда сюда приехал я каждый день туда ездит у меня муж возил тогда еще не муж у меня был там были мои подруги все были друзья вот каждый день туда возил меня ты сковала а сейчас привыкла наоборот тут хорошо в общем хорошо там где нас нет как говорится хватит болтать еще мне очень нравится вот этот дом тут какой-то ведь и смотрите у моря нет ветра отходишь от моря уже все ветер ты дом не нравится прям классный конечно он тут не очень хорошем месте в том плане что нет ни магазинов ничего нет вообще все если куда-то надо сим-сим откройся сим-сим отдайся бамос бамос не магазинов нету пляж в принципе ну наверное метров пятьсот шестьсот пешком можно дойти конечно но все остальное машина только машин классный он тут с этими с камерами с наблюдением все дела смотрите дети репетируют у нас в общем в субботу по моему будет день королей это как бы в общем как карнавал что ли едет персонаж разные сказочные за ним вот идут дети танцуют и вот видите репетируют на пляже если как бы я вспомню то я схожу и поснимаю но в принципе в прошлом году я все снимала потому что у нас байлгоны старой квартиры все прекрасно видно и все эти персонажи проходят у нас кидают конфеты с этих персонажей в общем там сидят всякие принцессы всякие там не знаю есть также тележка такая с королями три короля там бальтазар какой-то еще три короля в общем и вот они тоже раскидывают детям конфеты все конфеты эти собирают в общем прикольно для детей вообще классно видите репетирует вот я вальмонека приехала хочу вам показать где я жила жила я вот в этом доме когда я первая квартира которую мы сняли с подругом была вот в этом доме а этаж я чё-то уже и не помню я помню что где-то по моему третий ряд а потом переехала вот в этот дом в этом доме квартиру муж снимал и мы сюда переехали так что мне далеко не надо было переходить вот а вот тут море то есть здесь даже одеваться мы не одевались мы все время в купальниках летом ходили потому что ну смотрите вот чью дорогу перешел и все это уже на море и поэтому как бы вот так здесь мне тоже очень нравилось море хорошее прикольно а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok нет черный здесь не продают вот видите макароны рубль семьдесят пять-шесть штук но в лидере вкуснее еще привлекает вот этот вообще много очень вкусняшек разных смотрите какие донатсы блин ну почему я толстею от всего этого если бы я не толстела от всего этого я бы ела это целыми днями туроны смотреть а где не было когда-то смотрела не было в лидере не было при дали не было вот эти конфеты очень вкусные и дешевые смотрите 3 евро целый ну полкило очень вкусно ням 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 к пони тони я привозила они книг все подумали что это пасха и никто не ел но она очень вкусная таня потом раскушала смотрите какая ёлка лишнего вам сиропом всякие приправа для вкусняшек ну все я пошла домой кушать что-нибудь вообще мне сегодня какое-то состояние не стояние не знаю что со мной не какой-то сонны как сонное царство йогурт может взять мужа у него там один штук остался один штук такого с этим сахаром тростниковым беру ему а себе себе йогурта не люблю вот они стоят все просрачиваются и все из просроченного йогурта правда можно всякие бисквитики делать но так бисквитики мне тоже нельзя смотрите сколько вкусняшек вот этот тортик очень вкусно евро пятьдесят две штуки профит роли обалденные рубль 10 тирамису рубль 10 там две штучки тоже а вот смотрите кула кулант рубль семьдесят там их по моему четыре представляете ну служили не хочу в том-то дело что хочу но нельзя мне вон желатин без сахара пожалуйста но я его не люблю так ладно пойду платить смотрите даже эти оладушки продают видите 226 штук сметана и это как и называется господи левадора то дрожжи сыра с хорошей сыре у это что такое что такое это какое-то масло смотрите со всеми кими добавками с чесноком с труфой с грибом таким с медом но нифига себя это наверное эти зеленый зеленый травка обалдеть ну надо же как всего новинок надо пошла значит в русском купила вот такая скумбрия дела вот такие приправы армянские вроде ничего там всего не не красители ничего нет вроде интересный такие состав для плова для всяких я люблю приправы луком вообще луком обожаю я даже что-то его во сне видела и когда увидела говорю он по евро взяла творог нежный и диетический 0 процентов жирности а здесь 30 и пару селедок взяла вот одну я заморожу одну сделаю с салатик такой дела поставила разогреваться в духовку шашлык маршлык там привезли мы когда он остается мы всегда между собой как будем а этот дурачок сейчас остался на улице я взяла дверь и закрыла а там не видно там как бы двери такие не стеклянные но и зеркальные то есть той страны ничего не и он такой ходит ходит он где-то куда от ушел постоянно как всегда выходит и такой ходит дверь закрыта и начал плакать да ты плакать начал да ты плакать начал да такой плакать начал начал мне вот так жалко стало да и пустила вот так вот нельзя уходить далеко пойду кушать салатик еще сделаю и все и будет и будет мне хорошо сейчас на правда сразу я переоденусь вот и вообще какой-то прям спать хочется не даже не спать хочется глаза сами закрываются спать не хочу не знаю что это такое погода замечательная общем на работу пора вы знаете я сегодня заходила в декатлон спортивный магазин кто не знает и я наконец-то нажала себе резинки резиночки я прям вот тут положу и когда буду смотреть что-то обязательно буду ими пользоваться знаете чтоб без дела не лежать и что ты там потерял вот это вот самое она такая как бы господи какая же вот это легкая зеленая вот это поле такая средняя это прям тянется плохо то есть сильная до нагрузка ну что ты тут потерял где а господи господи игрушку ту свою никак не найдет ну бери бери ну бери уже ну все все сиди довольны доволен ты доволен доволен нашел вот тут что это вот что кенгуру это было кенгуру и скакалки купила себе скакал очки скакал очки я очень люблю на скакалках прыгать раньше я не прыгала мне негде было прыгать у меня дома не помещали скакалки то есть не были скакалки но в той квартире они задевали за потолок а так как у меня там наверху прыгать не хочу купила себе скакал очки прикольно так классно вообще зашла я в принципе за скакалками вот по утрам там попрыгать знаете я не такую какой-то там спортсмен может вы подумайте что я там офигенно помешана на спорте что у меня там и шар и резинки скакалки что я 23 часа или там целый день скачу пробегу и прыгаю нет все это нет это не так но вот знаете как я говорю вот я сейчас сижу например в ютубе ковырялась и взяла просто вот эту резиночку то на мне мозоли морзу его глаза и начала вот так вот руками вот если вы меня не падете ну блин ну стоять вот и вот так просто вот это вот она тугая очень и вот так просто слежала и смотрела и все-таки знаете 10 раз напряжение и вот так каждый допустим час допустим вот так вот сделаешь или вот на ногу наденешь тоже их туда-сюда я могу лежать-лежать эти его лежать-лежать велосипед крутить ночью как говорится приятный с полезным совмещаю и скакалки также вот я возьму поднимусь и буду прыгать на скакалках чуток нету пахнут вот так и вот они я хотел уже в алиэкспрессе заказать а потом гляжу отведите разные упражнения потом ведут и прям рядом резинки лежат думаю нифига себя я в прошлый раз искала лазила и не могла найти мне вообще сегодня башка болит очень сильно не понимаешь чем связано вообще не понимаю ничего даже таблетку сейчас выжрала да моя рыба мы сейчас ольга договорились пять часов пойти их но я в принципе в каждый день хожу гуляю а сегодня на мне компанию составит и мы с ней пойдем гулять поэтому таблетку тяпнула и думаю что все пройдет все пройдет слышишь все пройдет чай зеленый выпила вкусняцкий и все больше ничем не занимаюсь мне еще времени полчаса есть да и мы пойдем с тобой гулять идет идет а потом говорят собаки не любят обниматься а что это так то как у нас вот обнимашки самые настоящие да обнимашки целовашки ладно мы будем обниматься и целоваться а потом мы с ним пойдем гулять это тоже себе селёдочку под шубой забацала вернее селёдка без шубы оказалось просто нарезанный салат скажем так аля селёдка под шубой вот тут все смешала я кубиками нарезала все как надо все что в селёдку входит вы знаете этот картошку нарезала на остывает лежит свекла не смотрите я все на одной доске резала так вот мне кажется что в такой салат заходит меньше майонеза то есть я вот одну ложечку вот такой вот без горки без всего добавила она маленькая она не как обычная она что-то между чайной и обычной ложкой вот и все из-за того что свекла сочная мне кажется так меньше майонеза уходит чем обычную слоями я обожаю селёдку под шубой ничего с собой поделать не могу и для меня новый год без селёдки под шубой это уже не новый год я вот что-то ходила слюнями как говорится обходила обходила решила сегодня пойти купить селёдку и сделать себе такой салат вы любите селёдку под шубой я вообще без нее жить не могу вот иногда мне как же как говорится раз в два месяца раз в месяц обязательно ее нужно сожрать вообще селёдку обожаю могу целиком одну штуку в одну это слямзать но сегодня так не сделала у меня вот еще здесь у меня пол селёдки а вторая половинка вот но здесь двух кусков не хватает естественно я пока чистила сегодня в обед я ее съела все я там все косточки вот так обголодала люблю косточки голодать да как с голодной стороны а что поделаешь а вообще лукум вот этот обалденный тоже и с дыней вкусные вот этот вкусный с чаем вообще прям суперский вот надо главное чтобы спрятать и чтобы это мужу все не понравилось а то он у меня это скоммуниздит из и со съест в общем в общем то как получилось сдать с финиками он их всех почти уничтожил так вот бывает ладно будем ждать чтобы картошка остыла надо витаминку выпить чтобы картошка остыла я ну теперь не к спеху потому что этот салат я даже пробовать сегодня не буду это все мне завтра на обед и щи есть но прям русская еда вообще в испании и щи стоит в холодильнике и селедка под шубой но вообще как здорово да до чего дошел прогресс что мы можем все это себе позволить не находясь в россии испанцы селедку под шубой никогда в жизни есть не будут они ну нет знаете молодежь молодежь может быть и уже ну 18-летний там могут попробовать сейчас как говорится только еды всякой разнообразной что они все пробуют всякие туши вот ну 18 я говорю до 18 лет не хотя не все а вот люди вот моего возраста вот такого вот постарше да нет они все-таки лет 50 вот так вот они все-таки привыкли к своей еде и вот и едят они ее говорится мы потихонечку можно приучить ног селедки под шубой нет мой муж например щи очень даже любит и уважает конечно он их есть не с сметаной а с лимоном так тоже даже полезнее скажем так а селедку под шубой не вообще на селедку смотрят как можно сырую и рыбу есть очень вкусно хотя у них тоже самое байкероносы есть винагре это килька в этом ну килька в уксусе там ее вымачивают ну конечно на типа варь они говорят варятся в уксусе ну да уксус убивает всякие микробы ну и селедка она же не прям плавала плавала наш тоже в маринаде находится в общем хотя я ее замораживать люблю мы замороженную ем мало ли всякие червячки мельвички сейчас еще в интернете нас слушаешься такого тебе напишут что блин завтра можно помирать вот ну к чему я это к тому что но и хорошо что она ему не нравится мне больше достанется вы знаете ему не нравится лосось я только этому рада первых рыба дорогая во вторых я сама ее поем нечего и к ней привыкать а вот но это все в плане еды да ой мы с Ольгой погуляли нагуляли с ней хорошо я сегодня 13 километров находила вот а завтра буду прыгать завтра блин работы так не хочу я вообще не отдохнула вообще не поняла что были выходные не были выходные наверное нужно чтобы понять и пососкучиться по работе нужно недели две посидеть дома но недели две посидеть мне не удастся потому что как говорится мне сейчас налоги платить да и вообще за все надо платить а если я не поработаю то никто заменяет все не заплатит вот так да и денежки нужно чур куда и работа меня не вели жить лежачим что-то у меня всего витамины чай еще хочешь на выбор ладно друзья буду с вами прощаться я до завтра я буду отдыхать устала чуть я вся а это свекла наверное это наверное свекла ой батарейка садится чарли отдыхает ну вот завтра встретимся с вами на работе всего вам самом лучшего и пока пока до завтра Субтитры создавал DimaTorzok